Всем доброе утро! Сегодня мы покидаем Кушедосы и отправляемся в Памуккале. По дороге мы заедем на экскурсию в прекрасный античный город Эфес. А перед нами вот такая красивая статуя. Разбитые мечты. Я бы так назвала эту статую. А как бы вы назвали печальную девушку разбитой лодки? Мы приехали к Экведоку, который был построен еще во времена Османской империи. Да, странно. Так необычно видеть эту древность среди жилых домов. Так, едем в Эфес. Еще полтора километра. Отлично! Так, тикет 700 лир? Да. Это один? Один. Ничего себе. А что это такого? По-моему, таких цен не бывает. Это 20 евро, да? Да, больше. Больше 20 евро. Спасибо. Какой? Мехабар. Три тикета для пенсионера. Пенсионер? Пенсионер? Пенсионер. Я не знаю. На английском языке. Три тикета, пожалуйста. 700 лир. Три тикета. Так, все. Аня? К древностям. Да, ну вот. Мы на территории древнего Эфеса. Вот здесь можно взять аудиогид. No smoking. Так, план. Кто хочет план? Что мы знаем об Эфесе? До этого момента ничего. Мы посещали много античных руин. Греции, Болгарии. Но это, пожалуй, самый уникальный античный город, который нам удалось увидеть. Я, конечно, не буду пересказывать вам весь интернет, но отдельные моменты об Эфесе я обязательно расскажу. Например, то, что это античный город на западном побережье Турции. И одна из самых известных достопримечательностей. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Надеюсь, мне удастся передать атмосферу этого места. Кажется, что ты можешь ходить везде и до всего дотронуться. На дроне здесь летать запрещено. Но зато вы можете взять экскурсовода. И специально даю вам послушать голос Эфеса. Это голоса людей, перемешанные с голосами экскурсоводов. На разных языках мира. А вот это амфитеатр, по-моему, тоже? Да. Адеон – это малый театр. Он был возведен приблизительно в середине второго столетия нашей эры. Его вместимость составляет более полутора тысяч человек. Здесь проходили и театральные постановки, и политические выступления. Сейчас в это трудно поверить, но Эфес был заложен на берегу Эгейского моря как пор. И здесь процветала торговля, но море обмелело и отступило от города, что стало причиной его упадка. Сейчас разваливание Эфеса находится за 6 километров от морского берега. В наше непростое время многие хотят переехать в другие страны. Чтобы реализоваться в Болгарии, вам необходим опытный юрист. Знакомьтесь, Славея Димитрова, болгарский юрист в области миграционного права и болгарского гражданства. Славея – отличный юрист, с большой практикой 10 лет. Это честный и порядочный человек. Если вам нужно ВНЖ, ДВЖ, ПМЖ и болгарский паспорт, обращайтесь. Проверено на личном опыте. Говорит на русском и английском. Координаты на экране и под этим видео. Сейчас посмотрю. Там смотровая. Такая я хотела смотровую. Вот здесь все видно. В интернете нашла карту вот такую античного города. И здесь цифрами указано, где что находится. А мы сейчас с вами пойдем по улице Куретов в Эфессе. Это пешеходная улица, вымощенная мрамором. И отполированная до блеска ногами туристов. Она тянется от агоры через ворота Геракла до библиотеки Цельса. А это барельеф с изображением богини Нинки. Мы приближаемся к воротам Геркулеса или Геракла, как его еще называют. Сами ворота уже не существуют, но сохранились два опорных столба с прекрасными барельефами. Я вам их покажу с другой стороны. Экскурсоводы утверждают, что проходя сквозь ворота, нужно раскинуть руки, коснуться столбов и загадать желание. Оно исполнится. За воротами колесница уже не проедет. Дорога сужается и превращается в пешеход. А это фонтан Трояна. Одно из самых древних строений на улице Куретов. Построен в 104 году на Шее. А это то, что осталось от храма Адриана. Его построил на свои пожертвования Антоний Сабин во II веке нашей эры. В честь императора Адриана. На входе в полукруглом фризе изображена богиня Фортуна. Наконец мы дошли до библиотеки Цельса. Или Цельсия. Это самое посещаемое и самое популярное у туристов место. Это античное сооружение было воздвигнуто во II веке нашей эры. На пожертвование видного деятеля и римского сенатора Тиберия Юлиуса Цельсия. Сам Цельсий происходил из рода жрецов. Он был благотворителем и меценатом. И пользовался уважением в эфисе. После смерти Цельсия в 114 году его сын Тиберия Юлия Аквила начал строить библиотеку для увековечения слова отца. И уже потомки Тиберия в 135 году его закончили. Об этом здании много информации в интернете, но мы не будем на этом останавливаться и пойдем дальше. Это самое инстаграмное место для съемок и видео. Очень много людей. И мы тоже не стали этим пренебрегать. И с удовольствием здесь пофоткались. Обратите внимание на эти помпезные ворота. Они были построены двумя рабами – Мазевсом и Медритатом. Награду за хорошую работу они получили свободу. А на фронту не выбиты их имена. В городе сохранилось несколько улиц. Одна из них – мраморная. Эта широкая улица начинается от ворот Адриана и тянется до театра. Длина ее составляет 400 метров. Мы по ней сейчас и прогуляемся. А это то, что осталось от ворот Адриана. Две пары высоких колонн с сохранившимися перекрытиями в каждой паре. Ворота служили ритуальным целям. Внимание туристов привлекает также чудесное гранатовое дерево, которое растет рядом с воротами. В тени этого прекрасного дерева мы нашли местечко, отдохнем и отправимся в обратный путь. И в заключение, для тех, кто любит ходить по развалинам древних городов, мои рекомендации. Не ходите на эти экскурсии в 40-градусную жару. Не то удовольствие. Одевайте кроссовки, чтобы не скользить на камнях. Возьмите еды и воды и гуляйте не спеша целый день. Поверьте, мы не осмотрели и третий этого античного города. А еще есть город Сельчук, и храм Афродиты, и музей Эфеса, и много чего другого интересного. И, конечно, это место обязательно к посещению. В нем какая-то особая энергия. Ну, а мы отправляемся в Памуккале на очередную экскурсию. Приключения продолжаются. Мы приехали в Памуккале и едем в наш отель. Уже 5 часов. Солнце жарит. Температура воздуха 31,5 градуса. Мы приехали в отель. Он называется Сахин. Его я покажу вам завтра. А сегодня мы сели поужинать. Так, это мы в ресторане. Кебаб 250. Здесь цены такие же, как в нашем ресторане. Так. Все, винтовые лестницы. В отеле Сахин. Мы идем на завтрак. Из отеля открывается прекрасный вид на Белые горы. Именно там находятся травертины. Яростные природные ванны с голубой водой. Травертины – это смесь углекислоты СО2 и кальция. Эти минералы содержатся в воде, стекающей по южным склонам. Температура воды примерно 35 градусов. Так, все. Смотри, вот эта ведь речка течет, да? С горы. Горячка. Вот нигде не гуляет. А, слушай, действительно. Там речка. А почему она дальше не течет? Течет, наверное. А, течет вон там и туда, в канавку. Да. И вот так? Ага, супер. Кормление бесит. Наш завтрак чудесный. Яичницы, арбузики, всякие штучки. Чай, сок, водичка, кто что хочет. И булочки. Всем приятного аппетита. Отель Сахин или Шахин в этом отеле. Мы проведем две ночи. Одну уже провели. Вид из окна нашего отеля. Вот прямо на мечеть. И сегодня у нас, конечно, в пять утра Мула нас не забыл. Вот у нас такие тут две кроватища. Мы спали, конечно, вот на этой. Здесь вот картинка на тему по муколе. Здесь, конечно, не на тему, но тоже картинка. Кондиционер. Кондиционеры здесь работают неважно. Маленький телевизор. Но зато есть чайник. Вот, видите, чайник. Так, вот это вот у нас маленький туалетик. Туалетик. Но, кстати, очень так отремонтирован неплохо. Сейчас мы идем смирить травертины по муколе. Травертины находятся вот с этой стороны. А вот отель Кемпинг Гардир Тент. Вот здесь и огромный бассейн. Аквапарк. Кемпинг Катапарк. Здесь можно, наверное, всем... Здесь можно, по идее, всем, я думаю, взять билеты. Вот видишь, олддэй. С 8 до 22. Так, а сегодня мы в городном одиночестве. Вот здесь прям китайский ресторан. Напротив. А вон туда, наверное. В отеле мы взяли вот такую карту. И здесь видно, что можно уйти как со стороны травертин, так и со стороны иэрополиса. Мехаба. Мехаба. Великолеп. Окей. 700 лиро тикет. Окей. Everything included. Пабукали, херополис, театр, музею, everything. Театр, всё, everything. Купила, что ли? Да. Билетик. На троих. У нас три билетика такие. Вот парк подножье. Красота. Я, может, их босикон там не пройду. Ну, останешься здесь. Близко. Ой, так вот тут вода течёт. Посмотри. Ой, мы только вышли, вот уже вода. Супер. Красота. Здесь мы будем снимать обувь. Так, вот скамейка. Вот такой значок тут есть, что нельзя ходить в обувь. Отлично. Нам повезло, что мы пошли на травертины именно этим путём. Здесь совсем не скользко. И постоянно течёт вода. Там эти вода течёт постоянно. Травертины сохраняют белый цвет. Но в тех местах, где вода течёт нерегулярно, осадки темнеют и травертины тоже приобретают тёмницу. Я говорю, такое холодненькое. Вот эта стенка. Идите, прислонитесь. Да вообще, это просто снежные горы. Холодненькая стеночка. Красота. Лучшее время для посещения Памуккали – период с апреля по июнь и с сентября по ноябрь. Но нам не повезло. И в сентябре было жарко, как летом. Древний город Иерополь и травертины Памуккали составляют археологический комплекс Иерополис, который в 1988 году вошёл в список природного и культурного наследия ЮНЕСКО. И ещё Памуккали называют «восьмым чудом света», «хлопковой крепостью». Это третий по популярности курорт в Турции. Он привлекает туристов своими белоснежными нереальными пейзажами и красивой бирюзовой водой. Можно ли купаться в травертинах? Я прочитала, что нет. Но многие люди в такую жару не выдерживают, раздеваются до купальников, но и окунаются в эту волшебную, полезную воду. Это прекрасное место для фотосессии. Все фотографируют и фотографируются, куда ни глянь. Мокрые восхождения. Все мокрые, все в воде. Но купаться нельзя. Но как будто накупаны. Посмотрите, какая чистая и прозрачная здесь вода. Говорят, она пригодна для питья. Мягкая и немного горьковатая. И туда ныряем. Водопад. Местами травертины теряют свой белый цвет. Становятся немного бурыми, как будто немного грязными. Вероятно, им не хватает воды. И чем ближе к вершине горы, тем больше становятся таких участков. И они становятся скользкими. Красота. А вода? Как она струится? Как она волшебно струится? Струится, струится по этим скалам. Мы уже почти на горе. На самой горе. Здесь стало немножко скользко. Элло. Элло. Да, наверху белизна уже немножко пропадает. Так можно только по одной улице. Давайте, как здесь, как прям на крылью, слушай. Мы стоим прям на самом крылью. Говорят, что этому природному явлению грозит исчезновение. Действительно, многие травертины уже без воды. Они пересохли. Так что спешите видеть. Держись. Ой, мы сейчас сколько народа. Подпишись. Очень много народа. Как они отверстились. Подпишись. Спасибо. Хотела показать вам вид сверху на травертины, но прибежал охранник и заставил дрон посадить. Да, народ уже отмокает, отмокает в ручьях. Тут народу стало еще больше в два раза, правильно? Вот здесь есть мороженое. Наверху есть кафе и мы отправляемся пить кофе. Я хочу мороженое. Это цена за три кофе и три мороженых. Да, все изучают эту карту. А где мы? Бис Вэй. Бэ. А, вот да. Мы здесь. Недалеко от кафе расположена средневековая крепость. Фортрес. Это крепость, фортрес. Отсюда открываются прекрасные виды. И здесь почему-то нет толпы туристов. Здесь можно уединиться и отдохнуть. Это мой лайфхак для вас. Идите, гуляйте. Здесь много мест, где можно остаться одному. Наедине с собой. С красотой. Не ходите в эту зону, травертины. Пожалуйста. А мы поднимаемся на новый уровень. О, и смотрим с высоты. Вот еще травертины. Ой, сколько их тут много. И все они пересохли. Да, здесь прекрасно. Здесь можно сидеть в тени. И в полном одиночестве. Ну что ж, возвращаемся. Пора обратно в Толчину. Здесь есть вода. Мы идем к бассейну Клеопатры. Вон там бассейны Клеопатры. Которую мы еще пойдем. А это археологический музей. Нет, а тут не бесплатный вход, я так понимаю. Так, а не в музее Клеопатры? Нет. Здесь. Вот, а не в пассейне Клеопатры? Вот какие. За забором, я не понимаю. Вот какой голубь, Вера. Какой-то грустный голубь. Сахин – это голубь. Вон у него написано. Ну, может, это Сахин. А, нет, там нет. Вот тут. Ой, сколько тут раскопок, посмотри. Сколько там всяких античностей. Да, в общем, музей мы осмотрели. Там нет выхода? Нет, нет. Ну, как нет? Здесь вот эти гробницы, барельефы. Да, вот красивые. Да, вот такие гробницы, барельефы. Да, красивые. Так. Снимаем античности. В музее античности. Но только на улице. А вот такие барельефики. Вау. Тоже все в купальниках. Идут в античный пол. Антик пол. Петушина. Это символ города Денизми, находящегося по соседству. Бассейн Клеопатры – это красивая легенда. Сколько стоит купание бассейн Клеопатры? 200 лет. Никаких свидетельств о пребывании Клеопатры здесь нет. О, вот он, бассейн. Бассейн разделен на три части. Вход общий и глубокий. В общей части раскидана колонна. Глубинами станет чуть более метров. Бассейн Клеопатры, конечно, отличный, но очень грязный. Так, все. Все в платьях, тут в одеждах. Все понятно. В глубокой части бассейна из-под земли на глубине трех метров бьет минеральный источник. Это самая чистая природная вода. И минеральные процедуры лучше всего принимать возле ключа. При условии, что вы умеете плакать. На входе в бассейн есть огромный фудкорт. Небольшая торговля. Вот здесь выжимает свежевыжатый сок. И мы его, конечно, попили. Это вход в бассейн. Это не очередь. Они просто заходят и выходят. Просто толпятся. Кабинки для купающихся в бассейне. Туалет, который мы долго искали и, наконец, и нашли. А рядом античный город. Это Иерополис. В переводе с греческого означает «священный город». Для христиан он имеет огромное значение. Здесь сохранилось несколько храмов. А в одном из них погиб Филипп. Один из двенадцати апостолов. Город переходил от греков к римлянам. И в 1210 году перешел под лось турок. А сейчас мы видим то, что осталось от разрушительного землетрясения. 1354 года. Если пройти по деревянной дорожке между травертинами и музеем, то можно упереться в специальные травертины, где все купаются. И вид прекрасный. Это очень красивое место. Красивый вид на травертины. И на пумукалии. Я сначала фоткала, потом решила искупаться. И это было прекрасное завершение данной экскурсии. Наша экскурсия в пумукале закончилась. И завтра отправляемся в Бодрум. На встречу новым приключениям. Спасибо, что путешествуете с нами. Встретимся в следующем выпуске. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok